Действительно, в молитве, которую мы произносим три раза в день, тут нужно поправку сделать, не так как вы написали, но мы произносим ее три раза в день, и в третьем стихе, это в третьей части молитвы, она делится на 18 частей, поэтому называется Шмуна Исрей, там есть такие слова, Ата Кадош, Ва Шимха Кадош, Угдушим и Луха Сева. То есть, ты Кадош Всевышний, и Шимха имя твое Кадош, Угдушим, и те, кто имеют отношение к святости, они возвысят твое имя. Примерно так, это такой немножко легкий перевод, потому что он здесь несущественный. Действительно, мы видим, ты и твое имя, и те, кто относится к святости, это слово святость три раза используется. Кроме того, возможно, что вы имеете в виду еще и то, что мы в конце второй части, это третья часть Шмуна Исре, а есть вторая часть, и когда она читается в Миньяне, утром и днем, вечером нет, утром и днем повторяется вслух вся молитва, и при этом повторении, как только мы заканчиваем вторую часть, перед третьей, о которой вы спросили, читается несколько фраз о том, чтобы мы раскрываем, как мы понимаем Всевышнего, еще дополнительно скрываем. И там используется фраза из книги Ишайя, пророки Ишайя, фраза из главы шестой, я сейчас прочту и мы поймем, и тоже используется три раза слово кадош, то есть возвышенный. Кадош трудно перевести на русский язык, переводится святой, и тогда нужно объяснить, что такое святой, поэтому это нас только запутывает. После этого мы говорим, кадош, который приподнятый, который выше будный, выше мира, в котором вы живете, что-то, относящееся к высоким мирам. Это слово и определение, безусловно, относится хорошо к Всевышнему, и так это и есть. Так что я не знаю точно, о чем вы говорите, или о третьей части Шмуна Исре, или о том, что мы называем «гдуша», кстати, это слово кадош, «гдуша». Это после второй части, когда повторяется, и слова пророка Ишайя, мы читаем вслух. Так или иначе, все это основано на том, что у пророка Ишайя сказано, действительно, три раза слово кадош используется, так или иначе. И вот мы должны понять. Я возьмем пророка Ишайя, он эти слова произнес за 150 лет, до разрушения первого храма, еще можно было что-то исправить, еще все было это актуально. Есть много на эту тему, что можно говорить. Сама книга Ишайя, всего 60 с чем-то глав, очень-очень великая книга. Пророк Ишайя не нуждается в моих характеристиках. Но те, кто не читали, должны знать. Великая книга, последняя часть этой книги, она очень большая, третья часть, последняя, целиком посвящена завершению нашей работы шестого тысячелетия. Поэтому она очень, кроме всего, актуальна сегодня. Отдельная тема, отдельный разговор, эта книга. Но мы сейчас находимся в первой части этой книги, глава шестая. И там пророк Ишайя описывает свое пророческое состояние, когда он, находясь, как любой пророк в этом состоянии, в некоторой дреме такой специальной, его душа поднимается высоко, и он увидел, впечатлился, как будто он видит Всевышнего. У Всевышнего нет ни лица, ни вида, ничего, но есть ощущение его. Вот это ощущение его увидел, почувствовал Ишайя. И он продолжает и говорит нам так. Я читаю. Серафим, он дим, не маанду. Над этим образом, который он как бы ощущал, находятся его посланники. И посланники имеют много имен разных категорий. Есть даже в этом отрезке, мы знаем, есть категории и пророка Ихескера, это Серафим, это Офаним, это Хайота Кодыш. Я назвал только несколько. Но общее название – это Малахим. Малах – это в единственном числе, Малахим – это в множественном числе. И те Малахим, которые работают, заключаются в том, что они переносят энергетическую часть приказов или воли Творца, они называются Серафим. От слова Сараф – это огонь, это все сжигающее пламя, высочайшая энергетика, если так говорить бытовыми словами, но не надо обманываться, и никакой энергетики там нет. Я говорю, потому что так принято говорить. Итак, еще раз. Серафимом Димима-Алло над этим образом, который я вижу, говорит пророк Ижаяу, находятся вот эти самые Серафим, то есть, которые работают через огонь. Шешк-нафаим, шешк-нафаим, ле-хат. У каждого из них, из этих Серафим, имеется шесть крыльев. Крыло, нужно объяснить, что такое крыло. Это не то, что рисуют в художественных картинках, просто потому что здесь сказано крыло. Нужно понимать, крыло – это внешнее, видное, крыло же снаружи тела, видный способ перемещения, передвижения каких-то действий. И нам пророк Ижаяу просто это раскрывает. Я продолжаю. Итак, шесть крыльев есть. Миштайм и Ехасе-пан-наф. Двумя крыльями он закрывает свое, дословно, по ним, каждый из этих Серафим, это свое нутро. По ним это пневеют, сущность. Двумя крыльями этими он скрывает свою сущность. Никто не может убить. Умештайм и Ехасе-раглав. А двумя крыльями другими он закрывает свои ноги. У него нет ни лица, ни ног, ничего. Что такое ноги? То, куда он идет. Это перемещение. Вот так я и видел. Ноги, перемещение. То есть он двумя крыльями скрывает суть, чтобы мы не знали, какое задание получает этот Малах от Всевышнего. А двумя крыльями он закрывает ноги, чтобы мы видели, куда он идет и как он идет. Эти две вещи, они скрыты от нас. Это нужно понимать. Так Творец мира хочет, чтобы мы не знали, что Всевышний на самом деле хочет детально. Мы, конечно, знаем. Мы очень хорошо знаем то, что он хочет. Все в Торе сказано, и в книгах пророков сказано, и учителя нам открыли. Но детально, в эту секунду, в этот день, в этот час, а что хочет Творец мира, никто не знает. И поэтому закрывается нутро, закрываются его ноги. Но еще два крыла осталось. Что тут говорится? Увештайм Йохасер Аглав, да, увештайм Йофеф. А с помощью двух крыльев он перемещается. То есть шесть крыльев ему нужны не для перемещения, как мы бы думали, для чего крылья нужны. Одно скрыть от нас задание, которое он имеет, для того, чтобы мы остались в рамках доверия к Всевышнему, веры в него. Два крыла скрывает его перемещение и работу, которую он хочет завершить. Слово «малах» – это работа наибриду. Поэтому «малах» переводится как «ангел» – это очень плохой перевод на латинский язык, и вошло в русский язык. «Малах» – это тот, кто делает мелаха, кто делает работу, выполняет задание Творца. Так два крыла скрывают от нас это задание, и два крыла скрывают от того, куда он идет, чтобы мы не знали этого. А два крыла открыто нам показывают, что он двигается и перемещается, чтобы мы понимали, что в духовной мире там, как говорится, кипучая жизнь происходит. Перемещаются крылья и тому подобное, и это пророк Ишаяга увидел. И дальше вот эта наша фраза, которая нам нужна. «Докара» – «Зельзе» и каждый из этих «малахов» по-русски, «малахим» на ивритом, многоцем числа, каждый из этих «малахим» призывает один к другому, они вот так над ним находятся, и каждый призывает, поворачивается, вот они стоят, этот поворачивается и говорит этому, этот поворачивается и говорит этому, то есть говорят один другому, следующее – «кадош», «кадош», «кадош». То, что по-русски говорят «свят», но возвышенный над всем, три раза, над всем, над всем, над всем, ашем циваот, всевышний, который полон, проявляет себя через полный такой большой комплект инструментов, которые действуют и работают, это называется «циваот», слово «циваот», инструментарий, много, количество. То есть так «малахим» открывает нам всевышний рог. Во-первых, что он над всем, над, 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 мы разберем это. Во-вторых, что он весь творец мира с помощью «малахим» свои задачи ставит и выполняет. И еще они сказали «мно колгаарец кладо». Вся земля, или весь мир, наш мир, в котором мы живем, весь мир этот полон ощущения Творца. Он всюду чувствуется, он всюду находится. Вот эта фраза, она произносится нами два раза в день, утром и днем, как мы сказали уже. Два раза в день произносится. И ошибка тоже у автора вопроса в том, что это будни. Это произносится и в будни, и в субботу, и в празднике. Потому что и в будню, и в субботу, и в празднике мы произносим, мы читаем молитву Шмона Исрей так, что первые три благословения читаются и в субботу, и в празднике, и в будни. Потом есть отличия. Но это замечание относится к этому вопросу просто на полях, эти замечания на полях. Итак, вы спрашиваете здесь, спросили меня, что это, где оно встречается. Я сказал, где в молитве, и в Танахе, это глава шестая, пророк Ишая. Теперь нам надо просто понять, что мы тут прочитали, что нам сказано. И почему три раза надо было говорить. В книге Зоа говорится о том, что Всевышний в нашем мире открывается, создал мир и постоянно управляет этим миром, через три важных момента. Все логичны, все очень просто понятно. Первое, понятно, что Творец мира дает нам благословение, вносит в наш мир свет, и мы живем с вами. Если бы не было света, был бы, образно говоря, космический холод, мгновенно все бы отправились в другое дне, мы бы здесь не могли жить. Поэтому он нам все время приносит свет, благословение, тепло, не только физическое. Благословение – это успех в жизни, это здоровье в жизни, это мир среди людей, и на земле, и прочее, прочее, прочее. Все это дает Всевышний. Это одно его направление деятельности. Второе, он направляет к нам все это, чтобы мы могли получить. Потому что Творец мира бесконечный. Так, мы же понимаем, что он бесконечный. Что значит бесконечный дает нам благословение? Оно бесконечное. Мы бы сгорели во всем этом, но он так это направляет, что у него есть некая заслонка. И знаете, какая заслонка, из трубы выходит то, что выходит. С помощью заслонки можно больше, меньше. Автомобиль, там тоже есть такой способ управления. Как вы знаете, это подача газа в двигатель автомобиля. С помощью заслонки. Нажимаешь на педаль, больше, меньше. Это вот вторая его возможность. Передавать благословение так, чтобы мы не сгорели, остались живых, и нам было бы хорошо. То есть это действительно благословение. Третье, необходимая абсолютно часть всего этого дела, это правильные пропорции. Первое, если помните, это давать. Может дать слишком много. Плохо. Например, дать слишком много здоровья человека, знаете по-русски здоров, как бык. Никогда не болеет ничего, не будет понимать больных, не будет опасаться ничего, не будет понимать такой человек, ограничения телесные и прочее. Болезнь должна приходить в мир, чтобы немножко человеку учить чему-то. Или деньги, благополучие экономическое. Давать безграничный человек сойдет с ума. Он опять не будет понимать, что ему делать, у него денег больше, чем ему надо, это называется. И так далее, и тому подобное. Поэтому нужно давать сограничения. И само ограничение, второе качество всевешнего, он дает сограничения, как мы сказали, но если будет слишком много, то к нам очень мало дойдет. Мы с вами будем в вечной мерзлоте жить, если рассматривать в благословение, как тепло, как свет и так подобное. Будем жить в вечной мерзлоте, будем уподавляться мамонтам, которые замерзли и ежат. Но это не то, что нам нужно. Должно быть третье качество. Между хесет, которое означает давать безграничное, между гвура, которое означает давать с ограничением. Слишком много ограничений – плохо. Слишком мало – плохо. Надо точно. Где определяется точно, это в третьем проявлении всевешнего, как бы посередине, когда он как бы в каждую данную секунду времени взвешивает, сколько нужно с правой стороны дать, сколько нужно с левой, чтобы это было точно столько, сколько нужно. Если он хочет наказать кого-то, он за слонку так делает, чтобы он меньше света получает. Если он хочет наградить кого-то, он открывает за слонку больше, больше света, больше тепла, больше достижений в жизни и так далее, и так далее. То есть мы видим, что есть три этих способа. Вот мы уже немножко поняли это. И тут мы можем сделать с вами, и про нас будет сказано, колоссальную ошибку. Мы подумаем, что мы можем так сами поступать, что нам понятно, сколько давать, сколько нет давать и так далее. Но это не так. Кадош, 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 сказали Малахин, ты выше и в области давать, ты выше нашего понимания в области ограничений, и ты выше нашего понимания в области оптимального решения. Есть такое выражение, оптимальное решение, вы знаете, в экономике, в математике, такая дисциплина, когда вырабатываются, рассчитываются оптимальные решения. Так нет. Оптимальное решение может только всевышнее. И поэтому Кадош, Кадош, Кадош Ты в этом, и в этом, и в этом Вот это вот означает эти три слова Три понятия Об этом в книге Зоа Я вам просто по-своему это пересказал Все, как мы видим, логично, понятно И так должно быть Теперь, вы не спросили меня, но я знаю Люди, которые выросли в русскоязычной, в русской культуре Читали романы писателей А может быть, как-то евреи, многие проевреи Пересекались с нееврейской религией Что называется по-разному Но христианство, православие, баптизм Любое христианство одно и то же У них есть такие разговоры о трех явлениях Вы знаете, что мы никогда не входим в эти разговоры Мы не интересуемся В любом случае, даже те, кто знает, это троица В выражении троица Понимается, это не то, о чем мы говорим Здесь Но мы оставляем им эту троицу И пусть делают, что хотят с этим А я вам рассказал, откуда это берется Почему у нас в молитве Почему слова Ишаяу нам нужны сегодня Потому что мы говорим о постижении оптимального правления мира Не только судьбой одного человека Но судьбой всего в мире От, как говорится, букашки до океана И до орла в небе И до льва И до муравья И до любого человека И до листьев, до деревьев То же всего Все управляют Творец мира На этих принципах Вот он дает Вот он сдерживает И вот он определяет оптимальное решение И это вот об этом Пророк Ишаяу сказал И мы каждый день об этом говорим И в Шмона Исреи, как мы сказали В третьем благословении И в душе Которое мы читаем Когда Хазан повторяет Утром и днем Он обязательно Этот Третий отрывок говорит А до этого То, что называется Кедуша От слова Кадош Произносит И мы тогда Еще раз и еще раз Закрепляем Так мы, евреи, делаем Эти великие слова Пророка Ишаяу Мы закрепляем каждый день И в будни, и в субботу, и в праздники Всего доброго До свидания